МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ, в студии Жан Кадеба. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. Учитель года Республики Беларусь. Президент встретился сегодня с финалистами республиканского конкурса профессионального мастерства педагогов. В палате представителей прошло расширенное заседание постоянной комиссии по международным делам. Вопрос о ратификации договора о создании Евразийского экономического союза рассмотрен сегодня в Минске. В Могилеве появился новый символ города. Механического трубача в синем сюртуке установили в городскую рапу. Президент Александр Лукашенко требует объективно разобраться в существующих проблемах в сфере образования. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с финалистами республиканского конкурса профессионального мастерства педагогов учитель года Республики Беларусь. В адрес системы образования звучит немало нареканий, притом справедливых. Это касается и содержания, и сложности учебных программ, качества учебников, подхода к языковой подготовке учащихся, шестого школьного дня, других вопросов. Вы знаете, что по моему поручению одна комиссия закончила работать, и я категорически не удовлетворен тем, как проходила эта работа, особенно на последней стадии, и вмешательством отдельных чиновников ее работала. Это сейчас правоохранительные органы разбираются, оценку получат всех, кто пытался влиять на результаты этой комиссии. Но, тем не менее, мне пришлось назначить повторную группу специалистов, которые изучат все проблемы, которые сегодня существуют в школе. От жалоб учителей на непомерные нагрузки, разные там сочинения, которые никому не нужны, информации, отчеты, до жалоб учеников. Неоспоримый факт, что только совместными усилиями родителей и учителей мы сможем подготовить наших детей к самостоятельной жизни. И то, что в последнее время все больше и больше мы начинаем констатировать факт негативного в нашем обществе, связано с огромным браком вашим и моим. то, что у нас заложников захватывают, то, что у нас курят, пьют, более того, употребляют наркотики, это большой минус вам и мне, как представителям власти. И мы с этим должны разобраться. Притом радикальнейшим образом, ибо будем иметь плачевные последствия. А потом будет крайних искать поздно. Я хотел бы сегодня поговорить с вами о том, как же должны строиться отношения между школой и семьей, какова роль учителя в воспитании подрастающего поколения. Хотелось бы услышать ваше мнение на сей счет, открыто, честно, не обращая ни на какие личности. Думаю, что сегодня мы с вами непринужденные дружеской обстановки обсудим и другие вопросы, касающиеся развития белорусской школы. По итогам прошедшего в этом году конкурса на звание лучшего учителя победителем признан преподаватель истории средней школы номер 11 города Молодечно Виктор Жук. 27-летний историк оказался лучшим среди более чем 30 тысяч участников конкурса. За всю историю это самый молодой победитель. Президент сегодня вручил ему ключи от автомобиля. Своей целью на уроках истории я вижу научить их мыслить критически, оценивать информацию с разных точек зрения, смотреть на то или иное событие под разным углом, задавать вопросы, находить на эти вопросы ответы. Таким образом это будут те умения и навыки, которые им впоследствии пригодятся в жизни. Торжественно чествовали учителей сегодня и во дворце республики. В кулуарах собрались как педагоги и директора учебных заведений, так и воспитатели дошкольных учреждений. За профессионализм и самоотдачу собравшихся от лица главы государства поздравил первый заместитель администрации президента Александр Радьков. Лучшим были вручены благодарственные грамоты и цветы. Это очень почетно и ответственно. Я 33 года проработала в этой отрасли. Это большая ответственность, это большой труд. Много детей выпустила. И городской центр он небольшой. И все знают меня, и я знаю своих выпускников, и переживаю за них будущее. Вот и я, конечно, очень рада. Решение о компенсации потерь Беларуси от российского налогового маневра пока не принято. Основные вопросы, связанные с ратификацией договора о Евразийском экономическом союзе, обсудили сегодня на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам. Участие в нем принял член Совета Евразийской экономической комиссии Сергей Румас. Налоговый маневр предполагает снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и одновременно повышение налога на добычу полезных ископаемых. Все это автоматически приведет к росту цены на российскую сырую нефть, а это уже экономические минусы для Беларуси. Сейчас вопрос пытаются урегулировать. Так, белорусская сторона предложила России вариант компенсации убытков от налогового маневра. Мы отправили изменения в протокол о распределении пошлина, не полученной российской стороной. И вы знаете, что сегодня первый вице-премьер Симашко Владимир Ильич находится в Российской Федерации. Пока нет результатов переговоров, но мы знаем, что они продолжаются. Основной вопрос – это налоговый маневр. Ну а, как вы упомянули, по блокам есть вопросы и по энергоснабжению, и по транспортному обеспечению, и по фитосанитарным нормам. А в Женеве сегодня проходит сессия парламентской ассамблеи УБСЕ. В ней принимают участие наши депутаты. Белорусскую делегацию в Швейцарии возглавляет вице-спикер Палаты представителей Виктор Гуминский. Парламентарии выступят по целому ряду направлений, в том числе военно-политическому и экологическому. Последние два года были практически единогласно приняты две резолюции, предложенные белорусской стороной. Они касались защиты экономических и социальных прав в регионе УБСЕ. В этот раз в центре внимания ситуация в Украине. Как мы убедились на событиях в Украине, решать те или иные проблемы военным путем не просто не представляется возможным. Это просто-напросто бесчеловечно. Поэтому площадка парламентской ассамблеи это как раз и есть та площадка, где парламентарии самых различных стран с самыми различными подходами и интересами могут вести диалог и вырабатывать конструктивные решения по разрешению этих угроз. Послы ОБСЕ будут следить за ситуацией на юго-востоке Украины. Делегация из 35 человек прибудет в страну для обсуждения ситуации на Донбассе. Ожидают приезда послов 6 октября. Между тем Россия готовит отправить новую парцию помощи в пострадавшие регионы Украины. Четвертый гуманитарный конвой отправится на Донбасс уже в ближайшие несколько дней. Точная дата пока не называется. Однако колонны с продуктами и медикаментами уже формируются. Тем временем ополченцы и силовики готовятся к очередному обмену пленными. Возможно, он состоится уже в эти выходные в формате 15 на 15. Тревожные новости приходят из Португалии. В пригороде столицы страны Лиссабона на территории завода по производству электроники прогремел мощный взрыв. В результате 4 человека пострадали. Двое из них находятся в критическом состоянии. Врачи борются за их жизни. ЧП произошло во время ремонтных работ в системе энергоснабжения. Причины взрыва пока неизвестны. Руководство предприятия сообщает, что несмотря на происшествие работа завода приостанавливаться не будет. На северо-востоке Армении сошел оползень. От удара стихии серьезно пострадал большой участок дороги и межгосударственного значения Ванадзор-Дилижан. На несколько часов движение по автотрассе было блокировано. Сейчас специалисты заканчивают восстановительные работы. Однако, скорее всего, в ближайшее время проезд по шоссе будет закрыт, так как все еще сохраняется серьезная угроза нового обвала. Отмечу, в последние годы в Армении участились случаи с хода оползней. Так, 20 августа это стихийное бедствие разрушило 15 километров дороги, что на несколько дней остановило дорожное движение по одной из основных автотрасс страны. В Великобритании нашли новое применение знаменитым телефонным будкам, которые с развитием сотовой связи начали выходить из употребления. Теперь в них можно будет заряжать мобильные телефоны. Такие необычные зарядные устройства будут работать от солнечных батарей. Зарядить смартфон можно будет абсолютно бесплатно. Правда, все это время хозяину телефона придется смотреть специальные рекламные ролики. Пока в Лондоне работает всего одна такая телефонная будка, однако через несколько месяцев планируется открыть еще пять. Екатерина Масьенок, телекомпания СТВ. Магислав. Такое имя дали могилевчане своему новому символу города. Трубач в синем сюртуке установлен в городской ратуше. Механическую часть работы выполнил часовых дел мастер Геннадий Головчик. А художественное воплощение образа трубача принадлежит известному белорусскому скульптору Андрею Воробьеву. Над созданием гарниста мастера трудились более года, а музыкант завязан на курантах, как кукушка в ходиках. Он появляется на балконе городской ратуши трижды в день. Много курьезов разных случалось. Самая основная проблема была. Стоит мой человек, уже полностью собранный. И тут самая главная деталька маленькая улетает у него вовнутрь. И он так устроен, что, чтобы до нее дотянуться, нужно его полностью разобрать. Потом уже придумал, чтобы это все не падало. Прежде чем начинать работать внутри чем-то, я привязывал его веревочкой и потом уже работал. По задумке авторов скульптуры, образ гарниста, его костюм и даже мелодия фанфар соответствуют эпохе магдебургского права. Прообразом городского трубача стала кукла молодого горожанина 18 века из фондов музея истории Могилева. Голова и кисти рук отлиты в специальных формах, а туловище сделано из сваренных металлических пластин. Внутри установлена электронная начинка и различные механизмы и приводы. Отопительный сезон стартовал в Беларуси, сегодня в Минске потеплело в школах, детских садах, больницах и других социальных учреждениях города. А накануне соцобъекты начали обогревать в Витебской области. Как правило, отопление потребителем первой группы начинают включать, если на протяжении пяти дней среднесуточная температура не превышает плюс десяти. А для жилого сектора столбик термометра должен показывать ниже восьми градусов. К слову, в республике уже все готово к приходу зимнего минуса. Паспорта готовности получили жилищно-эксплуатационные службы, жилой фонд, учреждения образования и здравоохранения. Меж тем холодная погода сохранится в Беларуси на грядущих выходных. Определять ее характер в ближайшие дни по-прежнему будет арктический антициклон. Благодаря его влиянию малооблачно и без осадков. В ночные часы практически по всей стране ожидаются заморозки до минус пяти градусов. Днем столбик термометра будет показывать 10-16 тепла. На этом выпуск завершен. Далее спортивное обозрение Светланы Сиротко. Следующий выпуск в 19.30. Всего доброго.